Приветствую вас. По моим впечатлениям от вашего текста, вы сейчас хотите, чтобы мы с вами поиграли в игру под названием суд, где назначили бы кого-то из вас правым, например, вас, а кого-то не правым, например, вашего мужа. На мой взгляд, на мой взгляд, подобная позиция не является сколько-нибудь адекватной и правильной, потому что правых и виноватых нет. То есть вам нужно посмотреть эту вот игру психологическую в первую очередь. Правых и виноватых нет. Есть только ваша позиция, есть только, значит, есть только ваше желание, есть желание вашего мужа и так далее. Отвечая на ваш вопрос, как быть, если муж всегда на ее стороне, ну, смотрите, здесь все достаточно просто. Как быть, если муж всегда на ее стороне? Если муж всегда на ее стороне, значит, ему это что-то дает, значит, ему это выгодно. Если ему выгодно, значит, выгодно то, что он всегда на ее стороне, значит, вы можете сделать либо так, чтобы ему не было выгодно быть на ее стороне, либо вы сделаете так, чтобы у мужа был стимул не быть всегда на ее стороне. По сути дела, по сути дела, это, ну, да, ну, пожалуй, единственное, что вы реально можете сделать, потому что других способов у вас попросту нет и быть не может. Вы не переделаете залогу, понятное дело, вы не переделаете своего мужа, тоже, я надеюсь, понятное дело, вот. Вы не можете переделать никого на самом деле, вот. И все, что вы можете сделать, это либо просимулировать мужчину, значит, на то, чтобы он, ну, что-то сделал для вас. Либо уйти, либо уйти от него, понимаете, вот. То есть, то, что вы делаете, то, что вы делаете, вот именно, ну, вот, в контексте того, что терпите, мучаетесь, да, и так далее. То, что вы делаете, это вопрос ответственности, вопрос того, зачем вам это нужно, понимаете? Это вопрос того, для чего вы хотите быть с этим человеком, почему вы хотите быть с этим человеком, что стимулирует вас доказывать, например, вот сейчас, да, что вы там, грубо говоря, правы, или вы там, грубо говоря, неправы, и так далее. Вот. То есть, здесь нужно исходить из этого. Далее. Значит, у мужа есть Петра, которая старше меня на 8 лет, она не замызет, но у нее есть ребенок. Живет с мамой, и они полностью зависят от брата, моего мужа. Ну, во-первых, здесь совершенно очевидно, что у сестри есть определенные проблемы, да. То есть, у нее проблемы с выстраиванием отношений, вероятно, вероятно. У нее проблемы с тем, значит, что она одна, что она не может как бы найти себе, найти себе мужчину. У нее проблема в том, что она зависима от, по всей видимости, вашего мужа. Правда, непонятно, в чем зависима, и, значит, хочет ли она быть зависимой, то есть, нравится ли ей эта зависимость. Момент, на самом деле, не ясный, не совсем понятный для меня. Вот. А вы об этом ничего не говорите. Вы об этом ничего не рассказываете. Это, в принципе, вот, было бы в некоторой степени очень важно, да. То есть, от чего зависимость, в чем зависимость. Вот. И, какое, значит, субъективное восприятие этой самой зависимости. Вот. Дальше идем. Мужу, значит, брат, говорил, что семья узбекская, я русская. Меня, как чужую, сразу не влюбили. Мужу всячески обговаривали, несмотря на это. На то, что мы все-таки со мной, многие родственники для него, мнение родственников для него остается приоритетным. Вот здесь уже, пожалуй, всплывает что-то именно из вашего восприятия самого себя. Семья, то есть, значит, мужчина иностранец. Его семья вас не приняла. Вы по какой-то причине миритесь с тем, что и он не принимает вас до конца, как я понял. И его семья не принимает вас до конца, как я понял. И так далее. Вот этот момент. То есть, почему вы согласились на то, чтобы быть... Вот, ну, почему вы согласились на то, чтобы быть в отношениях с таким, значит, человеком, да? Вот. Это уже вопрос, скорее, к вам. Это уже вопрос, скорее, по отношению к вам. Понимаете? Вот. То есть, это не музе дело, на самом деле. А вас... Понимаете? Понимаете? Какая история. Вы для чего-то, вы почему-то, да, решили быть этим человеком. Ну, и, естественно, нужно выбрать почему. То есть, вы поставили его семью, вы поставили его мнение, вы поставили его позицию, превыше себя. Превыше, значит, своих желаний. Вот. И совершенно очевидно, что у этого так здесь свои причины. Совершенная очевидно, что у этого так здесь свои обстоятельства. Нужно только, нужно только эти обстоятельства раскрыть. Вот. Понимаете? Какая история. Потому что, ну, пока что, пока что, вы действуете, как бы, ну, непонятно с какой целью, непонятно на что ориентироваться. Ориентируясь. Вот. Дальше. Значит, мне пришлось из России переехать к Музе в Казахстане, его родные живут в Узбекистане. Ну, здесь ситуация такая, что вы говорите, мне пришлось. То есть, вы говорите именно, именно, что мне пришлось. Вы как будто бы снимаете с себя ответственность за то, что делаете. Вы как будто бы снимаете с себя, значит, ответственность за то, что, значит, за то, что вы сделали. Понимаете? Вы как будто бы говорите, что, ну, это не я сделала, да, это мне, как бы, мне, как бы, ну, пришлось сделать. На мой взгляд, это весьма, весьма, весьма обманчивое такое, значит, впечатление, да, на мой взгляд, это весьма, весьма обманчивое такое решение, да, обманчивое. Ну, вот, потому что, получается, что решаете не вы, решаете не вы, а решает для вас кто-то другой не вы, понимаете? И это тоже достаточно серьезная проблема, ну, для нас, конечно же, да. Вот, давайте сейчас дальше идем, дальше идем. Как только мы стали детьми, вот она стала очень активно вмешиваться в нашу, в его жизнь. А, как именно, она стала вмешиваться в его жизнь. То есть, если вы говорите о вмешательстве, то вмешательство, оно должно, ну, как-то проявляться. Да, вмешательство должно как-то себя проявлять. И, соответственно, возникает вопрос. Вы видели, что это происходит, и делали ли вы что-то, чтобы это нивелировать? Делали ли вы что-то, чтобы, знаете, как-то, ну, чтобы как-то обезопасить себя от этого или нет? Понимаете, какая ссора. Дальше. Значит, было время, когда мы жили втроем. Она приезжала по работе. Она так любит своего брата. Значит, что постепенно, постоянно, связывалась с ним при мне, встречала, провожала. Плюс к тому она полностью сверст его гардероб. Он неоднократно говорил, что сестра будет покупать что-то лучше, чем мне, и прочие обидные вещи. Ну, понимаете, как, вроде бы, да, обидные вещи. Я согласен. Обидные вещи. Но, вы же сами на это, получается, согласились. Вы сами согласились на то, чтобы вот так было. Так вот, ну, как я говорю, брат, а на что вы обижаетесь тогда? На кого вы обижаетесь тогда? Вот. Знаете, какая история. Если у мужа такие установки, да, если у мужа такие вот, значит, традиции, то, безусловно, безусловно, сделать вы мало что можете на самом деле. Вот. Потому что у мужа есть, ну, уже такая вот позиция. И вы либо принимаете ее, либо нет. По сути дела. Вот вы позицию своего мужа не принимаете. Но для чего-то, зачем-то, значит, продолжаете как бы стремиться к тому, чтобы что-то доказать. Тем самым обесценивая себя. Ну, вот. Как это, опять-таки, видится мне сейчас. Дальше. Так, при мне они взвремя говорили на узбекском языке, которого я не понимаю, так что оно бы прекрасно знает русский. Ну, опять же, все это, как бы, вот, то, что вы описываете, все это, как будто бы, знаете, какое-то определенное следствие. Понимаете? Все это, как будто бы следствие того, что произошло. Потому что сразу после того, как люди, значит, вам, как бы, донесли, донесли, что говорят не на вашем языке, да, сразу после этого вы имели полное право сказать им, что это, ну, не круто, не здорово, что вас это принижает и так далее, и так далее. Ну, а вы сделали это? Нет? Вы не сделали. Наоборот, вы, я так понял, терпели, вы, я так понял, мирились с этим, надеялись, что ситуация, значит, как-то вот сама собой разрешится. Вот. Знаете, такая история. И, знаете, если вы сразу свои личные границы не обозначите, сразу, прямо, то вот так все и будет на самом деле. Потому что люди считают как? Что вы приезжие. Что у них свои традиции. И, в первую очередь, они чувствуют именно их, свои традиции. Только потом уже ваше понимаете, какая история. Дальше. Потом, значит, мы все-таки стали жить вдвоем с мужем. Седра уехала обратно к маме. Но однажды она приехала на неделю по всей брату вещи. Вы знаете, ну вот, есть такое, есть у меня такое ощущение, что вы как бы живете вот без какого-либо плана, без какого-либо действия, без какого-либо цели. Такое у меня сложилось впечатление в самой стоянке. Седра уехала и все. Как будто бы. И как будто бы нет больше проблем. Но вы же понимаете, наверное, наверное, вы же понимаете, что это не так. Что это не так. Что проблема все равно остается. Вы говорили с мужем о гестре, вы высказывали ему свою позицию, вы объясняли ему до нас или до него, что вам не нравится то-то или то-то, что вам неприятно то-то или то-то. У нас до этого с ним были замечательные отношения. Знаете, аноним. Замечательных отношений у вас быть с ним не могло. Потому что вот эта вот ситуация была. Что он говорил, что будет покупать вещи лучше, чем вам. И так далее. То есть, в принципе, в принципе, это не могло означать, что у вас хорошие отношения. Никак. Дальше. Значит, его как подменили. Он вообще со мной не разговаривал. Все время с седьмой только с сестрой. Говорили они на одном языке. Она тоже ходила недовольная. В итоге пять дней двойного игнора со стороны мужа и загрузки меня довели до белого колена. Ну, во-первых, совершенно непонятно вот с вашей точки зрения, да, в чем было доведение до белого колена. Да? Вот. В чем было доведение? Потому что ваш муч очевидно находится под сильным, очень сильным влиянием своей сестры. Я не знаю, либо она доминирует, доминирует над ним, либо она подчиняет его, либо что-то еще. Либо ваш муч такой вот внушаемый живой человек, именно внушаемый, то есть которому достаточно легко что-либо внушить. И в этом смысле в этом смысле вы как будто требуете от него того, чего он вам дать не может. Как будто вы требуете для себя. В итоге вы просто-напросто терпели. Зачем? Ради чего? Для чего? А после вас из-за естественно получился взрыв, вы набросились на музе с кулаками, а сетру попросили перетать общаться примерно на одном языке. Так а сразу, постепенно, в реальном времени, почему вы этого не делали? Вот. Либо вас какая-то неуверенная в себе, либо вы только так можете выражать свои чувства, либо вы считаете, что так что должно быть, либо вы думаете, что за вас что-то решать. То есть как бы за вас там все поймут и сами все сделают. Дальше, значит, так, ведь она отлично знает русские, но дело не в этом, вы же понимаете. Значит, дальше, знаю, что это был неправильный поступок. Ну, понимаете, какая история? Правильный поступок, правильный ли это был или неправильный поступок? Это уже вопрос, на самом деле, немножко другой. А вот это относится суждение. Вот вы в себе что-то подавляете, свои какие-то желания подавляются, и это приводит вот к такому результату, к взрыву. Правильно это или нет? Это естественно. Это естественно. Это нормально. Понимаете? Да, вот. вы пишите, и так тяжело в чужой стране, тут еще непонятный язык звучит все время, никто не досудивается, ничего переводит, да еще и в открытую игнорирует меня и мои чувства. это позиция жертвы. Вы себя каким-то образом так поставили. Вопрос в том, почему вы так поставили себя. Ну, например, на каких условиях вы приехали к к мужу? Ставили ли вы ему вообще какие-то условия? Привет! Я могу сказать, будет слуга, подай, принеси. Это опять же, вы себя так поставили, понимаете? Аноним. Такое чувство, это уму сестра с ним. Я, а я просто дежурный человек, на который все смотрят с недовольством. Я полагаю, что здесь есть что-то от детско-родительских отношений, мне так кажется, потому что наверное именно с детско-родительских отношений у нас началось вот такое отношение к себе. В итоге сестра уехала, мучь после такого позора моего поведения сказала ей маме, что отправил меня домой. Ну то есть вновь проявил неуважение к вам. На самом деле мы продолжали детьми. Я не очень понял здесь одну деталь. Позор. Вот вы говорите, да, что позор. после такого позора. Это вы считаете, что был позор? Или это он считает, что был позор? Если это он считает, что был позор, какое вам до этого дело? Если вы считаете, что это позор, то почему? я терпел это скрывание леса. И каждый раз, когда он его загланировал за своими, мне надо было вести себя тишиной воды, не гравой. Просто дикость какая-то. Дикость. Но вы с этим милились. Вопрос в том, для чего? Я поставил ему ультиматум. Либо он говорит про отнесшим в виде, либо я улетаю домой. Опять же, опять же, не для того, чтобы все решать в реальном времени, вы терпите и после этого во взрыво, во взрывообразной форме все это делается. Понимаете? Он выбрал второе, я отобрала вещи и улетела, но перед этим не выдержала и написала на его децепт, чтобы та фактическая была с его братом. Зачем? Зачем? месть? Возможно. Но кому вы мстите? Или вы думаете, что родня мужа не примет его? Она сказала, что ее брат прятка, если до сих пор живет со мной после этого и добавила, что они не желают видеть невесткой такую неадекватную невоспитанную девку, как я. Ну, потому что семья для них это важно, это главное. Муж уговаривал мне остаться, поэтому уговаривал остаться, если он выбрал второе, я не очень понимаю, он здесь. Он встал на ее сторону, мол, а ты как бы поступил, если бы при себе твоего брата стали избивать, ну, то есть здесь какая-то противоречивая позиция. Хочу заметить, в то время, как мы жили втроем с его сутрой, она видела, как он кидался меня отгустить, а тот меня посмел ответит ему в таком хамском тоне, как он разговаривал со мной. И о каких нормальных отношениях после этого вы говорите, вот когда до приезда сестры. Значит, то есть кто-то здоровый мужик мог меня реально убить, это нормально, а то, что я не выдерживаю, не выдерживаю, игнору и накинул на него, а я когда мужик сильно болела в те дни, когда они приехали, и они оба отвернулись от меня, это космак. Так, ну, во-первых, здесь есть противоречие с тем, что вы писали ранее, что считали неправильным поступком, то, что вы не выдержали игнор. Теперь вы говорите, что это кошмар. Тут как бы нужно определиться, что это первое. Второе, ну, помимо того, что у вас поведение жертвы, и помимо того, что вы явно не чувствуете личных границ своих, то есть, делаете для других людей какие-то вещи, а потом за это же их преследуете, потому что они не ценят того, что вы делаете. Вот. Это второй момент. Здесь нужно все-таки работать над своими личными границами, да, то есть, как это, что это, значит, чего вы хотели бы, что вы готовы сделать для человека, не требуя ничего взамен, готовы ли вы в первую себе заботиться о себе и как вы о себе заботитесь. Значит, и последний момент в этом контексте, это момент, это ужас. Какой ужас? Еще одна психологическая игра, которую вам, на мой взгляд, стоит изучить. В общем, я в Кюске улетел домой, слышали поступок, хорошо, может, предлагался идти снова, но при этом он предупредил, что по работе каждые две недели будет принять его стат, оставаться на съемке на два-три дня, то есть, он опять не хочет от него оторваться. А должен, должен, по вашему мнению, должен от него отрываться? Это же его семья, тем более, если это люди с Востока, то они будут держаться в своей семье, или вы об этом не знали. Знаете, что человек держать семью не может и будет физически мешать нашим отношениям? Нет, это опять не совсем верная позиция, потому что вашим отношениям никто помещать не может, если они у вас хорошие. Но проблема в том, что у них, у ваших отношений, помимо сестры, есть проблемы, и проблемы большие. И, в первую очередь, это проблема вашей самооценки и того, как вы себя ставите. так что не нужно перекладывать ответственность на сестру, а это именно ваша нужная ответственность. И вашей 50% ответственности нужна в проработке. Значит, знаете, человек терпеть меня не может, но все равно хочет поддерживать с ней тесную связь, чтобы я просто смирилась с этим. Ну как? Знаете, у вас не совсем верно, и здесь вектор мышления. Я бы сказал, что он вправе хотеть общаться с сестрой, он вправе взаимодействовать с ней тесно, он вправе поддерживать с ней связь, и он вправе хотеть, чтобы вы смирились с этим, он вправе хотеть, человек вообще вправе хотеть всего, чего угодно. Но вправе ли вы делать это? Нет. я не готова натягивать лицемерную улыбку когда вас при встрече с ней, знаешь, она всескоря подвескивает ему невесту невесту и своих. Хочется, что-то новенькое, об этом вы ничего не писали, но опять же, опять же, вы жертва, опять же, все против вас и так далее. Это вот ваши повицы. Смотрите, разве я не права в своем стремении отградить собственной семье от мечтательства измени, а вы не сделали ничего для этого? Понимаете, вы не сделали ничего для этого, для того, чтобы отградить свою семью. Понимаете, чтобы отградить свою семью от мечтательства измени, нужно себя самому отградить от мечтательства измени и свои отношения с мужчиной. Вы этого не сделали бы нам, потому что вы позволяете относиться к себе с пренебрежением и устраиваете скандалы, которые пораждают только еще большие скандалы. Почему я должна терпеть вечное присутствие человека, который меня ненавидит и устраивает против меня моего мужа? Опять же, вопрос неправильный, это вопрос скорее дерзкий. Это вопрос дерзкий. Вы очень сильно производите впечатление обиденного ребенка, может даже недолюбленного ребенка. У меня ощущение, что просто вас недолюбили. Родители к вам относились как-то негативно и подавляли вас, скорее всего, я так думаю. Либо были отстраненными, потому что у вас ярко выражены психотическое поведение, вы хотите найти поддержку. А это не совсем то, что нужно. Понимаете, вы не должны терпеть присутствие человека, который вас ненавидит и настраивает против вас, своего мужа. Но вы сами выбрали себе мужа, которого можно настроить против вас. Что это за мужчина такой? Для меня загадка. И ведь вы его выбрали. И выбрали ли вы его? Не случайно. Или все-таки брат мужа, мне сложно подружиться с его застрой и нормально смотреть на его звонки подсо раз на день, на его ссуканье с братом и постоянное вытягивание из него денег. Нет, ну, вы серьезно? Вот вы серьезно задаете этот вопрос? А если кто-то скажет, что один скажет, брав в одном, да, один скажет, брав вы, другой скажет, брав ваше мужа, вы что делать-то будете в этом случае? Особо не скажет, что оба права, правы. И ваш муж прав, и вы правы. Что если я скажу, что вопрос только в личной приемлемости с тобой, что каждый из вас делает? Вот как насчет такого? Такого? Тогда же от того, что нет правых и виноватых здесь. Есть позиция, своя позиция, есть традиция, есть норма, есть остановка. У вашего мужа, как у человека своей культуры, есть, конечно же, свой взгляд на мир, на отношения, на семью, и он имеет место быть. Вопрос в том, почему вы, не принимающие все вот это, да, не принимающие его отношения к семье, терпели это столько времени? Выбрали своего, выбрали себе такого мужа? Понимаете? Вот это вопрос. И на этот вопрос вам нужно ответить. А кто там прав, кто не прав? Это на самом деле неважно, и правда она у каждого своя. Перестаньте играть в игру в суд, пожалуйста. И почитайте про эту игру, я полагаю, что вы увидите там причины своего такого поведения. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok